Эхо-фестиваль «Дух огня» открыла культурную программу, посвященную году председательства России в БРИКС на Петербургском международном экономическом форуме. В трех кинотеатрах Северной столицы проходят показы победителей и призеров этого года. На одном из них побывала Наталья Соловьева. Это была еще мечта создателя фестиваля «Дух огня» кинорежиссера Сергея Соловьева – показывать фильмы в родном для него Ленинграде. И вот, наконец, эхо-фестиваль одобралось до Северной столицы в Санкт-Петербурге, показывают фильмы кинодебютантов «Дух огня». Самый первый показ в этом году – картина «Лапин». Удостойный за нее приза Александра Абдулова актер Михаил Иванов в чем-то повторяет судьбу Сергея Соловьева. Фильм «Лапин» его позвали, когда парень учился в девятом классе. Я тебе как новенькому скидку сделал. И убери волосы с олба, молнишь, будешь в другом месте. У меня резинки нет. Девочки, поделитесь с Лапиным резинкой. Тихо. Очень понравился режиссерам. У них были споры с продюсерами насчет актеров. И вот пять туров я прошел проб и на последнем утвердили. Задружился с режиссерами. Был месяц репетационного периода, потом месяц съемок. Это наше дебютное кино. Я стою в самых его истоках. Потому что именно с кафедры драматургии и киноведения пришел сценарий. Это история о молодом человеке, который бежит и не останавливается. Помимо Лапина в Санкт-Петербурге можно увидеть казахстанский фильм «Боуэрына Салу», который получил главный приз фестиваля – картины «Угол наклона» и «Югорские новеллы». Дебютные фильмы почти всегда не коммерческие фильмы. На них нет огромных бюджетов, так и не бывает. Мы даем шанс не только блеснуть на фестивале, но и добраться до зрителя, что любому режиссеру и автору очень важно. Выступая на сессии форума «Великие культуры. Новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС», временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук отметил, что у кино, в частности, и искусства в целом нет ни политических, ни географических границ. Импортозамещения в культуре быть не должно. Вот замещение всего того, что связано с уникальным кодом любой нации, которая есть на земном шаре, это просто путь никуда. Мы хотели своим примером, 22 года уже проходит кинофестиваль «Дух огня». Действительно, наш действующий президент кинофестиваля, господин Амир Кустурица, сегодня показывает, что границы политические, административные, они отсутствуют тогда, когда мы говорим об искусстве. Сегодня Югра – это не только место, где ценят кино, но и производят. В округе действуют льготные условия для кинопроизводителей. Снят уже не один проект. Благодаря региональным властям, благодаря губернатору создаются все условия для того, чтобы приезжали мои коллеги-кинетографисты снимать проекты именно в Кантамансийский округ, в Югру. И индустрия развивается. И опять же, проведение фестиваля – это возможность показать возможности, локации. Кино в Югре способствует развитию туризма и дает возможность самореализоваться. В съемках полнометражек участвуют югорчане. Уже это более трех десятков ребят, которые непосредственно участвовали в том или ином виде в съемочном процессе. А если говорить о предпринимателях, которые работают в сфере креативных индустрий, то это десятки предпринимателей, которые оказывают те или иные услуги, связанные со съемочным процессом. На площадках Петербургского международного экономического форума в том числе обсуждали кинопроекты, основным местом съемок которых будет Югра. Наталья Соловьева, Владимир Гайн, за телерадиокомпанией Югра, Санкт-Петербург.